всем привет с вами опять олд да из президентского номера да лайки 38 пойдем у нас задание какое у нас задание задание у нас казино всегда выигрыш и отнесите платиновую фишку мистеру хаусу у нас сначала ее забрать блин это я уже вас позвал да пойдемте а там у меня пока еще куда дружище да да вниз давай казино 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 отлично очень хорошо пойдем так виктор дружище рад снова видеть тебя босс ждет тебя наверху так что давай двигай да я еще пока не время увидимся так карта мира карта местности ну пойдем 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 где мои тут друзья мои друзья хоть не в баллоне зато не тянут из семьи так подожди мне надо этого найти кого-то там блин это тоже все виктор нет это секьюритон марк тут наверно около около этого стоит какого-то хрена мне там надо пойти о а ты невозможно скажу я вчера какая-то девка всю ночь барабанила в мою дверь в конце концов пришлось ее выпустить я уже 17 лет женат где же я совершил ошибку у меня комната в отеле такая маленькая что я только вставил ключ в замочную скважину и тут же окно разбил о мне так нравятся эти роботы с лицами добрых полицейских они конечно все равно из тебя душу выберут но при этом у них такие счастливые выражения ха 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 топс они и вправду заботятся о сохранении ваших личных тайн ко мне в номер даже уборщица не заходит точная жене купил тут в вегасе пальто из змеиной кожи она теперь путается какую кожу сбрасывать первый я вчера обедал в ультралюксе говорю им в бифштексе какие-то щепки попадаются они говорят с хонурой рубили джеймс гаррет пригнал пять тысяч голов броменов в юрина без тел одни головы вот говорят на пустошах трудно вылить да что уж тут трудного даже вода в темноте светится да не говорю я считаю что измена это ужасно и аморально если мне моя жена или любовница изменит не прощу как вам костюм бенни если бы у меня был такой костюм девки бы мне штабелями на шею вешались что ждете слова лопата этот парень мне зарплату платит до 17 лет люблю одну и ту же женщину если моя жена об этом узнает она меня убит да арендоты сыпет блин просто вообще все ладно не будем о подожди тут какая-то женщина что-то ей нужно уличный торговец ищешь освежающий напиток или вкусную закуску ты работаешь на одно из казино а я совершенно независимо ну почти независимо конечно чтобы продавать что-то на стрипе нужно записаться у этих полицейских роботов и подписать торговый договор в конце дня ты забираешь себе половину выручки остальное отдаешь этим жестянкам и если их надувать они сразу это видят мистер хаос получает половину дневной выручки он устанавливает правила обдираловка но это всяко лучше чем в норд-вегасе здесь на стрипе я зарабатываю себе на еду и никто не пытается меня убить а что ты продаешь безалкогольные напитки и закуску выпивку толкают в казино остальные не могут послушайте есть на продажу просим так сансы тары-пыры я же там все пойду дальше так f5 промоу пертопс плита где же этого хотел найти там кого-то хер его знает задание звонок разберитесь ладно как-нибудь будем импровизировать что у тебя там есть если что у тебя там пистолетик есть так ну прежде чем туда идти надо сохраниться промоутер с твоей подругой здесь как-то неуютно да и ладно тебе привет ребята привет привет дружище добро пожаловать в топс отеле казино мне придется попросить тебя сдать все наличное оружие понятно так оставить оружие скрытого ношения конечно держи легко и просто это мне нравится не волнуйся мы все сохраним и отдадим тебе на выходе да и прими дружеский совет если ты вдруг случайно найдешь тут какое-то оружие не доставай его сечешь теперь когда мы закончили с формальностями как я могу помочь тебе отлично отдохнуть в топс да куда ты делаю вся детка она в полном порядке мы его положили в банк наверху прямо рядом с деньгами тут все круто защищена понятно а чтобы вообще делать душе угодно вот что любишь играть бабах в каждом залезть карты рулетка и все остальное есть хочешь мучает жажда ресторан в левом зале предлагает лучшую выпивку и деликатесы в вегасе или хочешь посмотреть шоу наверху театр туз там всегда самые тузы эстрады понятно ладно пока удачи детка посмотрим что у меня осталось пистолет 22 с глушителем отлично боевый запас у меня любой какой хочешь эф-5 эд если что у него а хер там у него забрали блин тоже ха-ха дураков нет да ладно поболтаем тут кто тут у нас тут есть ты кто о франт ты-то мне нужен привет приятель да добро пожаловать в топс чем могу помочь ты кто недавно на стрипе да зови меня франт это мое заведение угу милое местечко найдешь для меня минутку не вопрос детка даже пару минут чем могу помочь думаю тебе нужно кое что знать о бене вот как ты хочешь что то сказать про большого босса да ну так скажи это ему в лицо а не тявкай тут на меня красноречие пятнадцать не думаю что тебе это понравится похоже бене ввел свою игру чё ты о чем тут вообще а о да у меня есть новый доказатель того что бене пытался меня убить и что там у тебя еще слушай эти окурки нашлись у могилы в которой он меня зарыл вот как что ж ладно бене впрямь курит эту марку и она не часто здесь встречается что у тебя еще это зажигалка нашлась в болдер сити он бронил ее когда убивал своих подельников да уж очень похоже на зажигалку бене но это все еще не акти какие улики есть что то еще малыш да нет все что черт малыш у нас тут видать серьезная проблема поверить не могу что бене такой вонючий отморозок такие игры за спиной у хаоса да не говори вот что я вызову бене уберу его из номера а ты там все хорошенько обыщи вот ключ номер на тринадцатом этаже отлично комната с двойными дверями не пропустишь может тебе удастся найти что то чтобы показать мистеру хаосу и оформить погансу арест ладно я сделаю вот тебе твое барахло на случай если наткнешься на ребят врубаешься я скажу парням что с оружием тебя можно пускать ну давай лифты найдешь за игровыми автоматами с левой стороны они зазряют вот это все дело слушай у меня такого еще никогда не было обыщите люкс бене сохранить игру новое сохранение 1 1 5 бинокль 8 помощь а где это санкция со спарила 6 а она у нас все есть все тут нормально А у тебя есть? Тебе вернули, блин, пушку мою? Вернули. Отлично. Все нормально, Иф-5. Эй, привет богатеньким. Привет, привет, так. Инфа. Вечер добрый. Где-то тут лифт, блин, был. Черт. Вечер добрый. Нет, это ресторан, Топс. Лифт и вон там. Пойдем. Лифт недоступно. Лифт недоступно. О, поехать на лифте на 13 этаж. Поехали. Лифт недоступно. Продолжение следует... Так, гардероб, дверь, чемодан, заколку возьмем, комод, тоже розовая пижама. У них фишка такая, довоенные деньги давай, гардероб, блок сигарет, дверь, ванна, что тут ничего нет? Так, гардероб, заколка. О, подожди, тут надо сохраниться. О, подожди, тут непонятно, еще гардероб. Ес, мэн. Привет, привет, рад тебя видеть. Чем тебе помочь сегодня? Угу. Что ты здесь делаешь? Хороший вопрос. Моя задача следить за информационной сетью мистера Хаоса и расшифровывать зашифрованные сообщения. Понятно. Позволь мне представиться, я Секьюритрон ПДК-88Б, но ты можешь называть меня просто Ес, мэн. Ес, мэн. Да. Разве ты не работаешь за мистера Хаоса? Как тебя сюда занесло? Я так понимаю, раньше я ничем не отличался от обычных Секьюритронов на Стрипе. Но потом мою нейровычислительную матрицу полностью перепрограммировали, чтобы я был хорошим, очень, очень хорошим. Угу. Бенни украл у меня платиновую фишку, ты не знаешь зачем? Конечно. Бенни мне ее тысячу раз показывал. Это устройство для хранения данных, как голокассета, но гораздо совершеннее. Ну, а насчет того, для чего она ему? Угу. Угу. Ты бы не видел? Он тут совсем недавно был. Сейчас, наверное, на нижнем этаже в казино. Угу. Если хочешь, можешь тут его подождать. Выгнать тебя? У меня ж язык не повернется. Ну, понимаю, да. А что Бенни собирается делать с фишкой? Ага. Он хочет убить мистера Хаоса и с помощью платиновой фишки скопировать мою нейрокомпьютерную матрицу в компьютер Лаки-38. Угу. Да, я смогу управлять всей обороной мистера Хаоса, в первую очередь его секьюритронами. И тогда, думаю, я просто буду делать то, что мне говорят. Да. А это вообще возможно? Конечно. Если фишка позволит переназначить права администратора, это будет очень легко. Понятно. Да, Бенни перепрограммировал секьюритрон без посторонней помощи. А, ему немного помогали. Та леди, его подруга. Она сказала, что живет в форке во Фрисайде. Но больше я ничего не помню. Понятно. А что это за место? Это мастерская Бенни. Когда перестраивали Топс, он отвел половину этажа для себя и отгородил ее. Думаю, можно сказать, что для меня это весь мир. Кажется, я никогда не покидал этой комнаты. Но это ничего. Я не жалуюсь. Конечно. Так, ладно. А если я, а не Бенни, захочу рулить Нью-Вегасом? Тогда мне пришлось бы помогать тебе. То есть, очевидно, что Бенни этого бы не хотелось. Но я же не виноват, что не способен никому отказать. Точно. И в чем заключается его план? Повторяю, цель номер один — устранить мистера Хаоса и установить мою нейровычислительную матрицу на главный компьютер Лаки-38. Понятно. Ты тут недавно. Я также советую тебе поближе познакомиться с местными племенами, чтобы разобраться, что же это за люди. Когда ты со всем этим закончишь, Легион будет готов напасть на тамбу Гувера. И мы задействуем последний этап плана. Джокерсмена руководства. То есть, мне нужно спросить у них, поддержат ли они независимый Вегас? О, нет, я совсем не о том. Кому нужна их поддержка? У тебя же будут секьюритроны. Их на все случаи жизни достаточно. Я только хотел сказать, что тебе стоит узнать эти племена получше. Кто тебе нравится, а кто нет. Ну, понимаешь, очертить будущее Вегаса. Выбрать соседей. Если тебе нравится племя, оставь его в покое. А если племя противное или грозит проблемами, вперед! Уничтожь его! Все в твоих руках. Понятно. Так, и с какими племенами мне стоит познакомиться поближе? Много. С некоторыми тебе уже довелось встречаться. Э, с председателями, например. Я думаю, тебе точно стоит посетить другие семьи на Стрипе. Амерту и общество Белая Перчатка. Просто чтобы разобраться, почему они тикают. Да. Кроме Стрипа, есть и другие важные группы. Бомбисты, Великие Ханы и Братство Стали. Давай поговорим о племенах, с которыми она познакомилась. Спрашивай. Что ты знаешь о бомбистах? Они должно быть совсем плохие люди. Мне никогда о них слово доброго слышать не приходилось. Точно. Стреляет по всему, что приближается к их поселению на авиабазе Нелис. Ужас как грубо. Но, если бы получилось убедить их стрелять из больших пушек только по Легиону или НКР, вот это было бы прикольно. Да? Да, мы еще поговорим о бомбистах. Чем еще я могу помочь? Что ты знаешь о Великих Ханах? Ханы просто очень грязные люди. Они живут в палатках, как звери. И очень грубые. Их не слабо пощипали, но никто так и не смог всех перебить. Ну, пока что, по крайней мере. Понятно. А как это Ханов пощипали и кто? Три семьи выгнали их из Вегаса вместе с остальными. Многих тогда положили. Тогда они обосновались в Биттер Спрингс. Но продолжали вести себя настолько несносно, что пить их начало уже НКР. Так что они перебрались в Каньон Ред Рок. Они прямо как тараканы. Понятно. Мне нужно еще немного времени на то, чтобы разобраться с Ханами. Не ограничивай себя. Чем еще я могу помочь? Что ты знаешь об Амерте? Хм. Припоминаю, что Бенни обычно платил администратор Шевговорья за информацию. Может, она что-то и знает. Тебе еще что-нибудь известно об Амерте? Только то, что Бенни их не любил. Он постоянно повторял, что им нельзя доверять. Уж кто бы говорил. Да не говори. Ненавидел их казино. Говорил, что оно вульгарное. И он был уверен, что они что-то замышляют. Потому что, как он говорил, они все время что-то замышляют. Понятно. Я попытаюсь еще немного узнать об Амерте. Когда решишь вернуться, тогда и вернешься. Чем еще я могу помочь? Так. Что ты знаешь об обществе Белая Перчатка? Белая Перчатка неизвестна. Они безупречно красивы, культурные, чистые и очень вежливые. Но Бенни их не любил. Говорил, что они стрёмные. Я сообщу, когда разберусь, что это за Белая Перчатка. Я последний, кто станет тебя торопить. У меня очень гибкий график. Понятно. Чем еще я могу помочь? Так. Где мне искать Братство Стали? Классно данным мистера Хаоса, он потерял нескольких секьюритронов неподалеку от Хидденвелли. По данным телеметрии, их поразили энергооружием. Хаос был абсолютно уверен в том, что без Братства не обошлось. Отлично. Их там наверняка немало окопалось. Разумному роботу туда соваться не стоит. Точно. Что ты знаешь о Братстве Стали? Они расхаживают в здоровенной силовой броне. И у них очень много энергооружия. У этого есть и обратная сторона. У них бзик на технологиях. Они считают, что все новинки должны принадлежать им. Если что-то достается другим, они свирепеют. Точно. Что мало надежд, что они примут Вегас, в котором вся полиция из роботов. Вот и все, что я хочу сказать. Понятно. Я еще не знаю, что делать с Братством. Слежки нет. У тебя есть время. Очень хорошо. Чем еще я могу помочь? Так. Поговорим о чем-нибудь другом. Ха! Так, ты упоминал о бункере в форте. Правильно. Это одна из двух точек сети Хаоса, оснащенных нестандартным аппаратным обеспечением. Я предполагаю, что там есть считыватель, который поможет декодировать фишку. А может что-нибудь еще? Вдруг там гигантский робот или что-то подобное. Пойду выясню, что там. Супер! Сообщи мне, что там обнаружится. Так. Допустим, с мистером Хаосом случится несчастный случай. Как это может произойти? Мне очень неловко это признавать, но я понятия не имею. Я никогда не был в Лаке-38. Никто не был. Но там живет мистер Хаос. Это центральный узел всей его сети. Понятно. Мне удалось побывать в Лаке-38. Ух ты! Это круто! Теперь ты можешь убить мистера Хаоса в любое время. Я имею в виду, Бенни все придумывал, как попасть в Лаке-38. А тебе это удалось. Ух ты! Точно. Еще тебе нужно добыть платиновую фишку. Ну, знаешь, ту, из-за которой Бенни убил курьера. Возле Гудс, принц. Да. Где искать платиновую фишку? Бенни всегда носит ее с собой. Думаю, он боится, что ее украдут. Платиновая фишка – ключ ко взлому и захвату защитного комплекса мистера Хаоса. Круто. Я что, сказал захвату? Это не очень хорошее слово. Точно. И что будет, когда я достану платиновую фишку? В моем месте я бы отдал ее мистеру Хаосу. Он решит, что ты ему помогаешь. И когда он отвлечется... Ба-бах! Вопрос в том, отдавать ли ему фишку, пока ты его не кокнешь. В конце концов, он-то точно знает, что с ней делать. Да. Он сразу сможет усовершенствовать свою защиту. Или даже поставить новую. А потом, эта усовершенствованная защита помешает тебе его прикончить. Тут сложно советовать. Решать тебе. Ты мне знать, когда со всем разберешься. И я подрулю в Лаки-38. Если я прав насчет фишки, я смогу установить себя на компьютер Хаоса. Здорово будет! Я столько всего для тебя сделаю. Хочу я того или нет? Так, ладно, пока. Возвращайся скорее. Так. Задание. Так, звонок. Разберитесь с Бенни в казино Топс. Джокер, посетите Братство Стали. Как мало... Казино всегда выше. Отнеси платим фишку мистеру Хаосу. Как мало мы знаем. Джокер, вы дополнительно найдите секретный бункер мистера Хаоса, запрятанный под крепостью легионера на фортификационном холме. Раздобудьте убей неплатенную фишку, убейте или устраните мистера Хаоса. Да. Ну, я вообще его не собираюсь убивать, честно говоря. Казино всегда в выигрыше. Ну, я тут много всего узнал, так что, в принципе, пусть пригодится. Лишней информации никогда не бывает. Что тут у нас? Замочный мастер, пригодится. Неработающий терминал. Станки тут всякие, токарные. Ленточного накопителя. А! И что у нас тут-то? А тут-то? Ух ты! Как интересно! Сохраним. Нужен ключ. Так, ладно, тут не пройдешь. Ладно, пойдем с Бенни разберемся. Так, звонок. Разберитесь с Бенни в казино. Карта местности. Еще тут далеко? Так, 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 так. На первый этаж. Ф-5. Так, где там у нас Бенни? Пойдем, он где-то там. Я так смутно помню. Так, Ф-5. Ф-5. Да. Давай не будем кипишить, идет? Аккуратненько, мягко. Привет. Тот парень, который у всех на глазах, зашел в Лаки-38. Это был ты? Вот счет. Да не говори. Все скрылось, Бенни. У меня был разговор с Ес-Беном. Детка, здесь не место говорить о таких вещах. Да. Как насчет того, чтобы пойти куда-нибудь, где поуютнее? Если у тебя есть вопросы, я отвечу. Брешешь. Мне нужна платина фишка прямо сейчас. Я не могу, детка, и ты это прекрасно знаешь. Тут целая уйма всяких поворотов и углов. Всякие сложности. Ну да. Но и поразмяться тоже есть где. Нам обоим хватит. Только на людях о таком не базарят. Говорю, нам лучше побазарить наедине. Назови мне хоть одну вескую причину, не убивайте. Причину? Хочешь целых четыре. Называются телохранители. И все вооружены как следует. Я тоже. Так что это уже будет пять. А нас трое. А еще учти, что все председатели в этой лавочке тоже вооружены. И не теми пукалками, которые можно протащить через охрану. Понятно. Впрочем, детка, ты же тут не ради мести. Тебе нужна информация. Угу. Говорю, нам лучше побазарить наедине. Ладно. У тебя на уме. Для начала я забью тебе президентские апартаменты. Лучшие в заведении. Зацени красивую жизнь. Ты этого заслуживаешь. Я тут еще покручусь немного, чтоб комар носа не подточил. А потом приду к тебе. И отвечу на любые твои вопросы. Обещаю. Так, ладно. Так, так. Отлично. Не заставляй меня ждать. Это там у меня. А он сбежит. Так, здесь. Можно, конечно, поговорить здесь и сейчас. Тут у меня бартер тоже слабоват. Говорить будем здесь и сейчас. Делай, что считаешь нужным, детка. А дальше как фиг. Если захочешь поболтать, нет проблем. Но базарь. Говорю. Ладно, ладно. Что у тебя на уме еще раз? Я тут... Отлично, не заставляй меня ждать. Ты еще зачем, детка? Я с тобой хочу поговорить не меньше, чем ты со мной. Понятно, ладно. Сбежи, пусть сбежи. Это же только первая база. У нас с тобой впереди большое будущее. Высшая лига и полный фарш. Угу. Вот ключ от президента. Я там буду в две секунды. Та-да. Не ближайся к мистеру Бенни. Привет. Да ладно вам. Ф-5. Ну, сохрани ему, так и быть. Пусть бежит. Мы его потом найдем. Фрукты, вино, свежая груша. Задание, звонок. Направляйтесь в президентский люкс. Следующий уровень. О, отлично. Ремонт. Ну, все, по 5 кидаем. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. И выживание тоже. Конечно, красторечие надо, но мы его потом будем качать. О, ну, кажется, что-нибудь новенькое появилось. Точность. Способность, точность дает вам больше шансов. Достиграя, если вы добавили, что к первым пяти дополнительным очкам удачи. Отлично. Вы получаете личного ангела. Храните вооруженную заряную магнону. Срочетверка. Мисс Удача, именно тот, когда ваши враги думают, что дело в шляпе, приходит мисс Удача и ставит все с ног на голову. Появляясь в режиме мисс Удача, она может победу, таинственный незнакомец. Да, может быть, мисс Удача. Следующий уровень вместе со всеми его преимуществами. О, слушай, это хорошая штука. Вы изучили новую технику, а, из дробовика, анархист. Вы получаете плюс два парового против критика полна. При встрече с любым, кто носит броню НКР, легионы и братства стали. Халявщик, кажется, против... Так, ну и что, кого тут? Продолжение следует... Ага. А лучше сразу получу следующий, сейчас десятый, да? Давай здесь и сейчас. Будет ближе к победе. Ну, давай. Детка, насчет нашей встречи? Запиши мне неявку. Тебе хоть на понюх поддаться, это ж будет все 38 грани глупости. От тебя и без того одни проблемы. Точно. И что мне делать? Черт, я из-за тебя из города мотаю. Вот уж точно заноза в пятой точке. Да уж. Ну и что же нам теперь с тобой делать? Да ничего хорошего. Прости великодушно за подставу, или за две, но если тут кто-то и умрет, то это будешь ты. Да. О, как раз конец куплета. Ну, ответь сначала на пару вопросов хотя бы. Век живи, век учись, да? Тогда выбирай вопросы как следует, потому что твой век быстро истекает. Угу. Так, на чьей ты стороне? На чьей стороне? Я мчусь вперед, детка, без тормозов, без остановок, на полном пару. Да, да. Стороны для неудачников. Я невестую, я играю. Понятно, понятно. Ну, а что мне? Про платину фишку я и так знаю, да. Тебе конец. Да ты с характером, я смотрю. Кстати, из-за этого наша беседа и происходит по интеркому. Понятно. Сделай одолжение и больше не оживай, хорошо? Всем доброй ночи. Было очень приятно. Так, ремонт. Ремонт до ста догоняем. Сто. Ну и тут, конечно, оружие подготовим. Вот сюда. Вот это мы, да. Выпьем с очку. Так, ну что тут председатель? Бутылочная крышка. Ключ от люкса. От президентского. Патроны. Пистолетик нам не нужен. Солнечные очки тоже. Крышка. Бритва. Бритва пойдет. Он хотел меня побрить. Ой, голова отлетела, блин. Надо же. Десятиметровый патрон. У меня уже этих хватает. Пачка сигарет. Так, опасная бритва возьмем. Ну и все, больше тебя не будем ничего брать. Посмотрим. Опять сейф. Навык взлома 50. Блин, это много. Ну и здесь у нас ничего нету больше. Вино, виски. Это я не пью. Водка. Водка можно взять. Так, что тут еще есть интересного? Ничего. Кроватка. Гардероб. Блок сигарет возьмем. Надо же хоть чего-то тут. О, смотри, журнальчик. Полицейские будни. Для чего-то нужные. Не знаю для чего, но потом разберемся. Ящик с инструментами. О, изолента, ты смотри, а. Блок сигарет. Пачка сигарет. Пачкася. Две крыцари. Холодильник. Водку возьмем. Водку возьмем. Атомный коктейль тоже возьмем. Ну, пошли отсюда. А, в ванной я уже был. Пойдем отсюда. Да, как-то получилось так. F5. Так, ладно. Дополните. Плата по счетам. Это любое, как я знаю. Так, с этими мы потом поговорим. Пойдем-ка мы сходим к этим. Фишку ж надо добыть. А потом уже будем болтать со всеми остальными. А, да, кстати, о птичках. Ну, сейчас я покину казино и всем скажу до свидания. То есть, у меня же уже прозвенело. Пока, ребятки. Глаза могучего Цезаря следят за тобой. Он восхищен твоими достижениями и удостаивает тебе исключительной чести. Своего знака. Отныне все преступления, которые тебе, возможно, довелось совершить против Легиона, прощены. Цезарь не проявит такого милосердия еще раз. Мой господин призывает тебя в свой лагерь на фортификационном холме. Его знак обеспечит тебе беспрепятственный проход по нашим землям. Понятно. Между прочим, тебе будет интересно узнать, что тот, кого ты ищешь, сбежал со Стрипа и, возможно, сейчас направляется в лагерь Цезаря. Понятно. Зачем Цезарю встречу со мной? Иди к нему и узнаешь. Ладно. Поляйся к Цезарю в Коттонвуд Коу, к югу от Нельсона. Курсор Лу Кул будет ждать тебя. Понятно. Ладно. Очень хорошо тут огоньки мерцают. Так. Кесарю Кесарева. Ну что, народ. Все. Пока. Перерыв. Цезарю пойдем завтра. Ну, нам еще долго тут. Сейчас еще тут потолкиемся. Там оружице прикупим. Там до хрена чего. Посмотрим, что будем делать. Все. Пока-пока. С вами был Олд. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok